Знаете, если сейчас людей спросить, экономика, работа, хлеб с маслом, кто-то водку добавляет, или остановка войны, прекращение войны, я думаю, абсолютно каждый выберет хлеб с маслом, не хлеб с маслом, а остановку войны. То есть отдаст предпочтение остановке этой войны, прекращению войны. А сейчас финансирование идет. Послушайте, неужели вы считаете, что только выигрывает Украина в виде налогов и выручки валютной от экспорта? Неужели вы считаете, что та сторона это делает бескорыстно? Неужели вы это считаете? 47% СБУ уже по решению суда в Северодонецке подтвердило, что 47% выручки остается на финансирование ДНР, Эти 47% поддерживают этих людей, которые идут и продолжают с нами воевать. Эта война будет бесконечная с нашей поддержкой. Что вы говорите? Здесь мне хотелось бы уточнить. Здесь мне хотелось бы уточнить. А СБУ давно об этом знает? Это вот недавнее решение. Это последнее. Это недавнее решение. 47% выручки остается в ДНР. Мне просто интересно, сколько еще подобной информации может всплыть. Вы считаете, что там ничего не остается? Ну что же вы, неужели вы думаете такие наивные? А это надужае повернение Дубаса Украины. Это надужае восстановление войны. Ваших зараз заручников, хлопцев, которые там находятся, которые мы тоже начинаем с публиковать. А можно я выскажу? Микрофон Альона Шкрум. А не слоганы полиции. Я вам сказала, что есть факты, мои родители. Вы понимаете, про какие суммы вы сейчас скажете? 47%? Если бы предприятия податки заплатили, 31 миллиард податки. Ну, кстати, действительно, оттуда нам в виде налога приходит 30 миллиардов в год. Что вы говорите? Если это так, да не думайте вы так. Дети дают один одному игрушку и просят взамен другую игрушку. А вы считаете, что тут люди торговлю, такую торговлю начали и абсолютно безкорисно? Альон, мы вас услышим. Спасибо.